Основой обмена города с деревней была неэквивалентность. Вот это, пожалуйста, отметьте, неэквивалентный обмен города и деревни. Режим завышал цены на продукцию промышленности и занижал цены на продукцию сельского хозяйства. В результате, в 1923-1924 годах крестьяне потеряли 70% рыночной стоимости своего продукта. То есть 30% произведенного ими продукта было взято государством по рыночной стоимости, а 70% не по рыночной. Потом эта цифра снизилась и стала 50 на 50. То есть 50% государство изымало по рыночной стоимости, а другое изымало различными другими способами. То есть, и вот то, что я сейчас скажу, запишите и подчеркните. Рынок стал во многом выполнять роль не средства купли-продажи, а механизма эксплуатации крестьянского хозяйства. Только половина крестьянского товара приобреталась государством в качестве товара, а другая половина представляла, по сути, как это лучше всего назвать, как вы думаете? Значит, половина изымается как товар, а другая половина – дань. Для НЭПа характерны высокий уровень хищений, коррупции, разбухал аппарат. И очень часто вот этот изъятый у крестьян товар, он шел не в фонд производства, а в фонд потребления. В результате товарность крестьянского хозяйства начала снижаться. И это противоречило самой задумке НЭПа. Но это было логичным следствием НЭПа, потому что это была уродливая конструкция. НЭП не решил проблему выравнивания отношений между промышленностью и сельским хозяйством. То есть смотрите, какая оказывалась ситуация. Поскольку промышленность была в состоянии разрухи, она еще не была восстановлена, город мало что мог предложить крестьянству. Крестьянство не продавало свой хлеб. А зачем продавать? Я все равно не могу ничего на деньги купить. Оно складывало зерно. Поскольку оно ничего не покупало, это не было стимулом для развития промышленности. Получался замкнутый порочный круг. Промышленность слабо развита, она ничего не может предложить крестьянину. А крестьянин в результате ничего не покупает, но и не продает. И следовательно, вот эта вся схема крутится. И в 1927-1928 годах стало ясно совершенно, что НЭП не стимулирует развитие промышленности. А в 1928-1929 годах стало уже ясно, что в Европе грядет рано или поздно новая война. Кстати, Сталин в 1931 году, когда уже шла коллективизация и индустриализация, в феврале 1939 года он сказал и попал в точку. Он сказал следующее. Если мы, либо мы за ближайшие 10 лет, с 1931 по 1941 год почти угадал, то есть просто угадал, непробежим тот путь, который Запад прошел за 100 лет, нас уничтожат и сомнут. То есть за 10 лет нужно было провести индустриализацию. НЭП это не позволял, потому что НЭП был ориентирован на легкую промышленность и на то, чтобы Россия была сырьевым придатком Запада. То есть в этом отношении НЭП, реализация НЭПа обрекала Россию на поражение в будущей войне, потому что НЭП не давал средства для развития тяжелой промышленности. Замедленные темпы роста промышленности в 1920-е годы вызвали безработицу. В 1923-1924 году в городе был 1 миллион безработных, в 1927-1928 году 2 миллиона безработных. И это создавало острую напряженную обстановку в городах. Росла преступность, и с ней вообще было трудно справиться. Естественно, для тех, кто работал, ситуация была нормальной. Они имели 7-8 часовой рабочий день, они получали зарплату, но в целом положение рабочего класса было очень тяжелым. Важнейшая часть НЭПа – это возрождение финансовой системы страны. Денежное хозяйство страны было разрушено. Цены в 1922 году, в 1921 году по сравнению с 1913 годом выросли, как вы думаете, во сколько раз? 13-й год, 21-й, 8 лет. Во сколько раз? Сколько? Так. Еще какие идеи? 200 тысяч раз. А вы что, не смотрели «Республику Шкит» фильм? Кто смотрел «Республику Шкит»? Вы, ребят, вы меня удивляете, вы не киношные люди, что ли? Как что, не спросишь, не смотрели. Так вот, в «Республике Шкит» там человек продает спичечные спички, продает и кричит, «Мадам, мадам, купите спичечный коробок, всего миллион, вечером будет 10». Кстати, в Германии, в Веймарской Германии, там не в 200 тысяч, там в несколько миллионов раз цены выросли. То есть, люди ходили в магазин за покупками с огромным баулом, где были бумажные деньги. 200 тысяч раз. Ну, естественно, нужно было вводить другие деньги. Требовалась реформа. Реформу проводил Нарком финансов Сокольников, которому помогала группа старых специалистов. В октябре 21 года был восстановлен Госбанк, а в 22-24 годах вот эти обесцененные деньги, это миллионы, миллионы, миллионы за спичечный коробок, были вытеснены червонцем по золотому содержанию. Отметьте себе, пожалуйста, червонец равнялся дореволюционной 10-рублевой монете и стоил 6 американских долларов. Дело в том, что и американский доллар тогда стоил совсем, совсем, был совсем другим. Доллар ведь стремительно падал в цене. Вот, скажем, в 74-75 годах в Советский Союз пришли 170 миллиардов долларов. За счет торговли нефти. Как вы думаете, вот в современных ценах это сколько? 75-й год, 170 миллиардов. Сейчас сколько, как вы думаете, за сколько доллар просел по сравнению с серединой 70-х? Ну, 25, за 40 лет. Официально в 6 раз. То есть, это сейчас почти триллион. На самом деле, реально больше, потому что специалисты дают нынешнему доллару стоимость, кто знает, сколько, значит, доллар сейчас стоит реально, сколько это центов. От 6 до 10 центов реальная стоимость доллара. Вот это и есть реальная стоимость нынешнего доллара. Но, поскольку его можно напечатать, нашлепать сколько угодно, и за ним стоит вся военная мощь Соединенных Штатов, доллар пока существует. Но это пока. Значит, червонец обеспечивался и нашим золотом, и иностранной валютой. Софт-знаки изымались и менялись по курсу. Один новый рубль, 50 тысяч старых софт-знаков. Эти деньги так и назывались, софт-знаки. Во время НЭПа активно развивалась кооперация. И, повторяю, экономическая либерализация сопровождалась упрочением коммунистической власти. Усиливался репрессивный аппарат. И как это происходило? 6 июня 1922 года, например, был создан главлит. Как вы думаете, что такое главлит? Главлит. Да, это цензура. Это цензура установления контроля над цензурой. Через год возник главрепертком. Как вы думаете, что такое главрепертком? Репертуар театров. Совершенно верно.